Здравствуйте! 88 преступлений совершено за минувшую неделю в Палдорской области. Раскрыли из них 80. С начала года на пульт оператора 102 поступило почти 18 тысяч звонков. Вместе с тем, чуть меньше половины из них не подтвердились. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. Как встречают праздники павлодарцы и чем занимаются полицейские на дежурстве, обсудим в студии. Решение по иску оставшейся без ноги матери троих детей вынесли в Павлодаре. Вместе с тем и в уголовном деле определились с приговором. Единовременная выплата по беременности для работающих женщин. Как ее рассчитать? Продолжаем изучать вопросы нашей рубрики «Имею право». Праздники. Как их переживают полицейские? В чем особенность Международного женского дня для стражей порядка? И кто 8 марта чаще оказывается в участковом пункте? Говорим в студии. У нас начальник местной полицейской службы Павлодара Арман Каптаев. Вам добрый вечер. Здравствуйте. Для начала, наверное, всех милых дам Павлодарской области и всего Казахстана. С наступающим вас праздником. Надеюсь, он пройдет хорошо и вы не окажетесь в числе тех, кто оказывается в сводках полицейских. Арман, расскажите, пожалуйста, о том, вот как обычно в любой праздник, сейчас не будем говорить конкретно про 8 марта, но любой праздник, какие особенности этого праздника в вашей работе? Кто к вам чаще поступает? Какие случаи приключаются с людьми и так далее? Ну, в основном, Артем, в эти дни у нас усиливается работа именно патрулирования, увеличивается количество постов, маршрутов патрулирования, дежурных нарядов полиции, которые обеспечат правопорядок в областном центре и на территории всей области и республики в целом. Ну, если исходить из того, что в преддверии вот Международного женского дня, также весеннего праздника науразмерома, если брать примеры прошлогодних случаев, то есть ранние, которые предшествуют данным праздникам, то у нас в эти дни увеличивается непосредственно количество задержанных лиц, а также доставленных лиц в отделы полиции, участковые пункты полиции, как вы успели отметить. И самая главная особенность данного праздника, предстоящего именно 8 марта, в том, что правонарушителями в большинстве становится увеличится, вернее, количество правонарушителей женского пола. То есть женщины активизируются в эти дни, уже сопровождается это, как вы знаете, на опыте наших, значит, в прошлых лет увеличивается количество распитий, а также отмечанием этого праздника именно женскими коллективами. Можно сказать, корпоративы в увеселительных заедениях, и непосредственно в дальнейшем они сопровождаются и перестают уже... Какие-то конфликты. Какие-то конфликтные ситуации, да, то же самое и семейные скандалы на дому, квартирах, и непосредственно уже приводят к административным правонарушениям, либо уголовным правонарушениям. Ну, убеждение получается, что женщина молчит 28 марта, вот они 8 марта, и всё показывают. Коль это мой день, я сейчас выскажусь по поводу. Да, действительно, это международный женский день, он отмечается непосредственно, хоть и большую часть отмечается представителями сильного пола, то есть мужским населением, но женщин тоже не отстают, и именно в преддверии этих праздничных дней, непосредственно 8 марта, то есть изрядно выпив, совершают какие-либо противоправные действия, и тем самым сопровождаются всё это криками, шумом, непосредственно, вот даже иной раз бывает, и оказывается сопротивление сотрудникам полиции тем самым. Женщины, понятное дело, в алкогольном опьянении львиная доля тех, кто в этот праздник начинает отмечать, а мужчины, ну, тоже употребляют и отмечают праздник вроде бы женский. Жены трезвые бьют мужей пьяных, простите, и в итоге оказываются в полицейском участке? Ну, конечно же, трезвые жены требуют справедливости от пьяных вторых половинок. Следовательно, конечно, да, и бывают такие вызыва, которые поступают непосредственно на пульт операторства 2, и самообращением, то есть у нас такие частые семейные дебоши, скандалы, такие квартиры на контроль берутся нашими сотрудниками полиции. Ну, на практике действительно были такие у нас и, значит, обращения, когда действительно жены причиняли и легкие вреды здоровью, и побои осуществляли своих нерадивых мужей, будем так говорить. То есть доходит до драка? Доходит и до этого, да, и до рукоприкласса доходит. Сообщает обычно кто? Сам мужчина звонит в полицию или там соседи? Ну, случаи у нас, конечно, такие единичные, но бывают и были такие случаи, что мужчины, даже стесняясь этого, сообщают уже на пульт оператора 102. Я представляю, насколько надо собраться, чтобы позвонить и сказать, меня жена бьет. В итоге, по статистике, именно 8 марта кто больше отмечает? Мужчины, женщины? Отмечают мужчины. Мужчины все равно. Мужчины, но согласно статистике, опять-таки, и проводимого анализа, у нас увеличивается количество непосредственно женщин, которые совершают правонарушения. В отличие от обычных праздничных дней и выходных. Ну вот на вашей практике вы тоже, хоть и начальник местной полицейской службы, но в разные периоды и сами в бой шли с нарушителями. А вот 8 марта для какого возраста это женщин праздник? Кто больше оказывается в зоне полиции? Ну давайте так брать определенный период. То есть 8 марта не один день отмечается, уже исходя из этого. Это зависит от предшествующих выходных дней, именно до 8 марта. Как правило, 8 марта семейный скандал. Ну, грубо говоря, вот сегодня пятница, сегодня начнется? Ну, сегодня, с субботы начинаем, можно так сказать, да. Предшествующие дни, значит, это в основном какие-то коллективные мероприятия. Это посиделки в усилительных заведениях, непосредственно с коллективами, где-то с друзьями. А 8 марта непосредственно уже начинаются у нас семейно-бытовые правонарушения. То есть уже на дому, в квартирах. И, соответственно, уже последующие дни поступают вызова, связанные с тем, что, как отметили, будем так говорить, предшествующие основному празднику. Я имею в виду по возрасту. То есть это, там, не знаю, женщины-бальзаковского возраста, 40-45, или это молодежь активничает? Ну, данному празднику все возрасты, по-корту, там у нас как бы такого уделения нет. Разграничения нет. Разграничения, да. Поступает в основном активная часть населения, это, получается, женщины среднего возраста. Это непосредственно 8 марта. А до этого праздника, уже предстоящие выходные дни, это в основном молодежные посиделки, молодые девушки. Ну, которые сейчас в кафе особо не сходишь, но в кафе... Да, в основном в кафе же ходят лица такого молодого возраста, можно так говорить. То есть уже в дальнейшем уже, которые приводят к правонарушению. В чем особенности задержания мужского населения? Когда произошло правонарушение, полиция обязана задержать и женского. То есть по-разному ведут себя люди. Ну, в основном женщины при задержании пытаются действительно оставить свою правоту, уже даже находясь в неменяемом состоянии, требуют, значит, на месте проверяющих, а также начинают кричать, ругаться и при этом употреблять ненормативную лексику в адрес сотрудников полиции. Ну, сотрудники полиции у нас понимают, конечно, что эти правочные дни проходят непосредственно для женского населения, в особенности тоже уделяют этому внимание. Ну, здесь вот как бы специальные какие-то средства не применяются, там, физическая сила как такова не применяется. То есть методом убеждения именно в эти правочные дни проходит такая вот профилактическая работа. Ну, и опять же, вы говорите, что относится с пониманием, то есть мужчину, как правило, если он нарушитель, его в любом случае доставят в участок. Женщину всегда доставляют? Женщину доставляют в основном, если она находится, в большинстве случаев она находится в состоянии алкогольного опьянения, то доставляют непосредственно в центр временной адаптации, детоксикации, то есть в отрезвителе. То есть в участок она как бы... В участок доставляется уже после отрезвления, уже на следующие сутки. Протокол в любом случае будет составлен? Протокол будет составлен, если имеет состав административного пронушения, то есть если это произошло, например, не в квартире, там, не сопровождалось... Ну, на улице ругалась, мелкое хулиганство. На улице ругалась, материлась, нецензурно выражалась. Ну вот я и разграничиваю, в том плане, что есть какое-то гендерное неравенство, что женщина все-таки женщина, будем с пониманием боли к ней отнестись, а мужчина это у нас, он может дойти до рукоприкладства и так далее уже посерьезнее. Поэтому его надо обязательно задержать, доставить, а не просто успокоить. В основном это связано с тем, что не только к этому празднику посвящено, но тем, что мужчина более применяет рукоприкладства к сотрудникам полиции. То есть здесь уже вынуждены меры изоляции и доставления в органы полиции идут. То есть, к слову о том, что женщины, когда их задерживают, они начинают кричать. В основном берут криками. А мужчина кричать не станет? Мужчина, он в основном занимается рукоприкладством, где-то сопротивляется, оказывает неповиновение сотрудникам полиции, при этом применяется какие-то приемы борьбы, хочет применить, например. Ну, женщина всех таких навыков не имеет, поэтому приходится кричать и ругаться. На вашем опыте какие-то курьезные случаи. На этой неделе полиция рассказала про супруга, который уснул, утром проснулся и решил, что его жену похитили. Сон приснился такой. Да, или там бдительные люди, соседи увидели, что кого-то закапывают, и оказался хомячок. Ну, смешно, но такое случается. Вот в вашей практике, может быть, именно к 8 марта, или не обязательно связано к 8 марта, но связано именно с женщинами, что такие смешные истории случаются и звонят в полицию. Ну, такой случай вот у нас был уже в начале этого года. Значит, был связан с тем, что вызов поступил у нас в Центр оперативного управления. Уже характер вызов такой уже смешной немножко. Гости не хотят уходить. Вызвала женщина на ряд полиции. Прибыл участковый инспектор полиции. Это было в областном центре у нас в городе Павлодаре. Прибыл участковый инспектор полиции и в ходе разбирательства увидел на диване лежащих двух мужчин. Изрядно выпивших, уводорвивших горячительные напитки. Значит, на что, следовательно, начал разбираться. В ходе проверки уже, значит, мужчины пояснили, что вчера пришли крайне знакомые девушки. Посидев, выпив, значит, изрядно алкогольные напитки, решили остаться. На что девушки всеми уговорами уснули, да, отказывались вставать, как говорится, и после этого девушка не могла их выпроводить. Вызвала сотрудников полиции. Пришлось полицию вызывать, да. Также курьезный случай был связан, это было пару лет назад, у нас, значит, уже женщина Байзаковского возраста, как вы говорите, вызвала наряд полиции, прибыли участкового инспектора полиции по факту семейного дебоша. Там дебоша никакого не было. Мужчина просто пришел с корпоратива, отмечал в международный женский день. И она решила его этим самым припугнуть. Потом мы начали его, наши сотрудники начали его уже попытаться разбираться, для дальнейших разбираться, доставить участковый пункт полиции, чтобы разобраться, осуществить проведение мероприятия. На что женщина отказалась, решив тем, что я хотела припугнуть его. Припугнуть. Вызов в полицию тем самым, да. Вот какие женщины коварные, а. Пытаются припугнуть руками полиции решить свои проблемы. Руками сотрудников правопорядка, да, действительно. Впереди три праздника, точнее, три дня выходных, один из них праздничный. В дальнейшем, в март вообще у нас богаты на праздники, на УРС еще пять дней отдыхать будем подряд. Вот в эти праздники насколько будет усилена работа, что будете, сколько сотрудников полиции выйдет на улицы города, патрулирование, возможно, во дворах будет усилено и так далее. Да, действительно, Артем, у нас в предправочные дни и в праздничные дни личный состав органов внутренних дел переходит на усиленный вариант несения службы, как вы знаете, на все праздничные мероприятия. Также увеличивается выход личного состава, то есть за счет личного времени сотрудников аппаратов, управления полицией, департамента полиции в области будет организовано патрулирование. И, как вы знаете, сейчас у нас ослабли карантинные меры, то есть ослабление карантинного режима пошло. Но у нас усилительные заведения работают до нуля часов. То есть с 7 утра до нуля часов. В связи с этим у нас будет проводиться, ослабляться отстой вблизи усилительных заведений для обеспечения правопорядка и недопущения тяжких, особо тяжких видов. То есть, грубо говоря, засиделись люди, опять же возвращаемся к корпоративу. Возвращаемся, да. Чтобы не были нарушены никак не карантинные меры, а также не было допущено нарушение общественного порядка, у нас сотрудники будут уже дежурить. Конечно же, сотрудники полиции тем самым относятся с пониманием, потому что у нас население в предпадочные праздничные дни выходные для всего населения, то есть отдыхают в эти дни. И уже будет зависимо от обстоятельств реагировать. Реагировать на все вызовы будут, на все обращения граждан, но имеется в виду по дальнейшему принятию мер. То есть, домой направить данного гражданина или гражданку, либо доставить в отдел полиции, изолировать от общества. Ну, а совет, наверное, всем тем, кто все-таки изрядно выпил и дошел до определенной кондиции, наверное, если полиция все-таки уже подошла, не надо ругаться и пытаться с ней вступать в конфликт, а лучше миром. Полиция тоже с пониманием может нестись. Мирным путем, да, при этом не оскорбляя ни общества, ни сотрудников правопорядка, то есть, решит уже данный вопрос мирным. То есть, конфликтную ситуацию как-то урегулировать. Чтобы праздник закончился? Да, чтобы праздник хороший закончился, чтобы все очутились дома. Я знаю, вы же тоже женаты. Подарок уже купили? Подарок готовим. Ладно, не будем рассказывать, что, а то вдруг жена узнает раньше времени. Вам спасибо, что пришли. Надеюсь, пройдут предстоящие праздники спокойно в полиции. Спасибо большое. Ну и медикам. У них тоже, они сегодня к нам, к сожалению, не смогли подойти, но, тем не менее, тоже им хватает работы. Дорогие дамы, а вас с наступающим праздником, собственно говоря, проведите его спокойно, без вызова полиции. Мы продолжаем нашу программу. Продолжаем программу обзором происшествий и ключевых событий минувшей недели. Начать стоит с радостной новости, по крайней мере, для пострадавшей. Решение по признанию трудовых отношений Валентины Найдиной вынесли в гражданском суде. Напомню, в октябре прошлого года женщина лишилась ноги после аварии на автомойке. Пострадавшая уверяет, была там не случайно, а потому что работала. Владелица комплекса эти слова опровергает. Поддерживают ее и сотрудники. В гражданском суде завершили допрос свидетелей, который длился несколько заседаний. На слушание подключили часть работников автомойки. На сегодня официально трудоустроены 19 человек. Одна из них заявила, Валентину Найдину на работу никто не принимал. Последним свидетелем в суде стала владелица машины. Женщина рассказала, что клиентом автомойки была примерно год. Обычно ее автомобиль мыл один и тот же человек, но в этот раз его не оказалось на месте. Ключи от транспорта работникам она не боялась передавать. В день трагедии случилось это не в первый раз. И сомнений в том, что найдена одна из сотрудниц комплекса, у нее не возникало. Я помню, что найдены были калоши, вязаные гетры были, носки. Вот это единственное помню, потому что в глазах вот это осталось. А в чем был капусте, не помню, но я помню, что была у него одежда мокрая. Потому что они когда машину моют, любом случае, что-то прыгается. На заседаниях споры велись и по спецодежде. Ответчица ее сотрудники уверяли, трудятся всегда в униформе. Но вот клиент, владелица машины, пояснила, что спецкостюмы никогда не видела. Прошли и принес сторон, подытожил который прокурор. Он заявил, что удовлетворить иск стоит частично, и трудовые отношения все же признать. Суд в итоге встал на сторону Валентины Найдиной. Факт трудовых отношений между ИСОМ и ответчиком, он подтверждается не только несчастным случаем, который произошел на территории автомойки, но также подтверждается и показаниями свидетелей. А именно клиентами автомойки, также бывшими работниками автомойки подтверждается видеозаписями. Также судья вынесла частное определение в адрес прокуратуры и управления по труду. По нему на автомойке должны провести проверку. У сторон тем временем есть 30 дней, чтобы решение обжаловать. В управлении труда тем временем также высказались по поводу решения суда. Заявили, что после вступления решения в законную силу начнут проверку. На историю Валентины Найдиной назвали показательной для всех, кто трудится неофициально или же не сообщает о травмах на производстве. Кстати, глава ведомства решил ответить и комментаторам в сети. Между тем, на этой неделе огласили приговор и водителю, который, собственно говоря, сидел за рулем машины и наехал на Валентину Найдину. Напомню, в материалах дела указано, что мужчина в день трагедии был в алкогольном опьянении. К тому же управлять транспортом не имел права. В 2016 году его лишили водительского удостоверения за езду в пьяном виде. Эти кадры стали фактически бесспорным доказательством вины подсудимого. Валентина Найдина сама попросила его помочь припарковать машину клиента. В итоге пострадала. Отрицать мужчина ничего не стал. Раскаялся и попросил у нее прощения. В суде попросил назначить ему минимальный срок. Признать виновным в совершении преступления предусмотренного части 4 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 4 месяца. Учитывая признание вины, прокурор запросил именно такой срок лишения свободы 5 лет и 4 месяца. Это максимально возможное наказание. Между тем, мужчину пожизненно лишили права управлять автомобилем. Более 150 килограммов наркотиков сожгли повалдарские полицейские. Запах, вероятнее всего, в округе стоял специфический. Назвали и общую стоимость товара – 57 миллионов тенге. В основном под уничтожение попали психотропные вещества каннабисной группы. Все это отправлено в печь по приговорам судов. Экс-полицейского приговорили к 5 годам лишения свободы за избиение задержанного в здании Центрального отдела. Следственным установлено, что 26-летний страж порядка распустил сначала руки, затем в ход пошли ноги. Причиной стало поведение паладарца. Экс-полицейский в 2019 году работал охранником в Центральном отделе. Ночью 22 августа были доставлены двое парней. Привезли их после того, как в одном из кафе, где они отдыхали, разбили стекло. 23-летний задержанный долго оставаться у стражи порядка не хотел. Когда попытался выйти из здания, полицейский охранник сделать этого не разрешил. Завел в комнату допроса и стал бить сначала руками. Парень упал, и сотрудник продолжил наносить удары ногами. На утро потерпевший оказался дома. В тот же день обратился в управление собственной безопасности департамента. Впоследствии было открыто уголовное дело. В суде обвиняемый вину не признал. Заявил, что молодой человек был доставлен уже с синяками. Но показания свидетелей говорили об обратном. Приговором суда ему назначено 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и правоохранительных органах сроком на 3 года. Также он лишен специального звания сержанта полиции. Бывшего полицейского также обязали выплатить 400 тысяч тенге морального вреда. К слову, ключевыми показаниями в деле стали слова двух сотрудников, которые и привезли задержанного из кафе. Они сообщили, что в отдел доставляли его вполне здоровым. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело по факту убийства Татьяны Феклистовой рассмотрят в закрытом режиме в суде Павлодара. Материалы в отношении главы Федерации парашютного спорта поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Пока дату слушаний еще не назначили, но уже известно, что прессу к ним не допустят. Пояснили в целях предотвращения разглашения сведений об интимной жизни участников процесса. Напомню, 40-летнюю женщину супруг избил до смерти в мае прошлого года. Сейчас ему грозит пожизненный срок. 22-летнего парня, страдающего умственной отсталостью, приговорили к 6 годам колонии за насильственные действия сексуального характера. По словам мамы, сына обвинили в том, что он набросился на 19-летнюю девушку в Ленинском. Вместе с ним был 16-летний подросток, которому за пособничество дали 5 лет условно. По словам мамы осужденного парня Гульнары, инцидент произошел летом 2019 года. Сын отправился помогать знакомому 16-летнему парню убирать дом в Ленинском. Там якобы встретили девушек. Вместе распевали, а после разошлись. С одной из них 19 лет вновь встретились вечером. Как она говорит, что они ее насильно тащили туда, в дом опять тот же, где они были до этого, и притащили ее сюда, как будто это был сын, как будто его притащило туда насильно. И как толкнуло, говорит, домой зашло и на диван закинуло. Гульнара говорит, что сын страдает умственной отсталостью, играет в основном с детьми, взрослые над ним смеются. Агрессии не проявляет. Женщина по решению суда, его опекун. Но вот в ходе следствия, по словам Гульнары, допросы вели без ее участия. И на процессы никто не приглашал. В то, что ее сын домогался девушке, не верит. В суде подробности дела не озвучили. Заседания проходили в закрытом режиме. И лишь подтвердили, что приговор действительно озвучен. Гражданин Я признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 121, частью 2 пункта 1 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в учреждении средней безопасности. Он взят под стражу в зале суда. Рассматривали дело в ювенальном суде, так как второму участнику событий 16 лет. Это тот самый подросток, который позвал сына Гульнары в Ленинске. Его приговорили к пяти годам условно. Сейчас подали апелляционную жалобу. Женщина надеется на пересмотр вердикта с учетом диагноза. Начальника повалдарского филиала нацкомпании КТЖ и его заместителя задержали за регулярные поборы с подчиненных. По информации департамента экономических расследований, от более ста работников подозреваемые получали каждый месяц от 8 до 10 тысяч деньги. Продолжалось это на протяжении четырех лет. Деньги брали за спокойную работу. Жительница Аксу отбила мужа от двух хулиганов. Она смогла раскидать молодых парней, которые избивали лежащего мужчину. Дело было ночью, сняли все на камеру очевидцы. В полиции сообщили, участники конфликта установлены. По факту хулиганства в отношении двух нападавших открыто уголовное дело. Приснится же такое. История, произошедшая с Павлодарцем, достойна публикации в юмористическом журнале. Проснулся утром, не увидел рядом жену и сообщил в полицию о ее похищении. Причем заявил, что ему звонили и требовали выкуп. Стражи порядка нашли женщину на работе. Оказалось, что мужчина за день до этого изрядно выпил, вот и приснился страшный сон. А житель экибастуза за месяц до 8 марта стал готовиться к празднику. Ходил в один из торговых домов и воровал сковородки и крышки для них. Установить личность подозреваемого удалось. Тем временем не дарить подарки, даже если это сковородка, женщинам-чиновникам и учителям призвали в региональном департаменте агентства по противодействию коррупции. Там обнародовали суммы взысканий и более того, пригрозили уголовной ответственностью. В антикоррупционном ведомстве предупредили, прежде чем порадовать подарком дам из числа госслужащих или должностных лиц, задумайтесь. В законе четко прописано, если сумма вознаграждения будет оценена до 2 МРП, то штраф составляет от полумиллиона до миллиона 800 тысяч тенге. В зависимости от того, кто преподнес и кто принял. Ну, если коробка конфет или бутылочка какого-то коньяка будет повышать двухмесячный расчетный показатель, то есть более этого показателя, то наступает уголовная ответственность. Мы большое внимание уделяем на посредников. То есть не только дарители, не только получатели, но мы под пристанным вниманием ведем работу на посредник. Кто-то подарок взял, занес на эти лица. В антикоррупционной службе, говорят, ситуацию держат на контроле. В качестве поздравлений советуют подготовить красивую речь для милых дам. И все. 8 марта по-любому дарили друг другу подарки. Это внимание родителей, детей, ну как сказать, школьники даже, вот девочки. Мальчика, мальчики, девочки. Я считаю, что подарки должны быть. Коллегам там какие-нибудь подарки. Не надо там делать. Стретиться и подарить друг другу. Так на работе не стоит. Я думаю, что всем женщинам должны подарки давать, потому что мы мать, мы женщины, мы бабушки. За последние три года дарить подарки госслужащим стали меньше, заявили антикоррупционщики. Говорят, если в преддверии весенних праздников акты выявят, действовать будут по закону. Завершить обзор хотелось бы мимишным видео, снятым в лесниками и резервать ерты сурманы. Сообщают, на территорию Казахстана из России перебежали дикие кабаны, которых егеря стали подкармливать, чтобы задержать в наших лесах. В итоге мигранты задержались и даже начали размножаться. Чтобы следить за ними, специалисты установили потоловушки. Напоследок продолжаем говорить о том, на что вы имеете право. Обещала рассказать о расчетах соцспособия для работающих женщин. Пожалуйста. Их два вида. Поговорим пока только о первом. Единовременные. Для начала о тех дамах, у которых зарплата менее 300 тысяч тенге. Думаю, таких большинство. Говорить буду на примере. Допустим, за год за вычетом обязательных пенсионных взносов вами получен доход 1,5 млн тенге. Вы можете взять справку о доходах у работодателя. Эту сумму делите на 12 месяцев, получаете среднюю зарплату за год. Если в какой-то месяц дохода не было, все равно делите на 12. В моем примере получилось 125 тысяч тенге. Эту сумму умножаем на коэффициент 4,2, который получаем путем деления количества дней нетрудоспособности, обычно это 126, на 30 календарных дней. Немного отвлекся от примера. Получается, что размер пособия будет 525 тысяч тенге. Из них надо вычесть 10% пенсионных и выплата вам будет положена 472 тысячи тенге. А вот если ваш доход был выше 300 тысяч в месяц, то максимум вы рассчитывать можете на 1,125,000 тенге. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию 5549. Разберемся вместе. С вами был Артем Клеван. И пусть закон всегда будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова